Реализацию мероприятий по итогам Дней Ненинского округа обсудили парламентарии на очередном заседании Комиссии по экономической политике и бюджету. Напомню, в январе 2020 года в Совете Федерации состоялись Дни НАО. По итогам мероприятия было принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Ненинского округа. Ольга Руссул продолжит тему. Документ содержит конкретные рекомендации в адрес правительства Российской Федерации, федеральных министерств, исполнительной и законодательной власти округа. В части рекомендовано предусмотреться финансирование строительства зданий инфекционного отделения и пристройки к окружной больнице, приобретение МРТ, строительство нового здания коррекционной школы, мероприятий по реконструкции морского порта в Нарьинмаре, выделение округу дополнительных межбюджетных трансфертов для решения проблемы высокого процента износа инженерной, социальной и коммунальной инфраструктурной территории округа. По строительству пристройки главного корпуса в Нарьинмаре, значит, на сегодня документация, она есть по пристройке, все, она достаточно большую сумму представляет, поэтому было не поддержано ни на данном развитии, значит, мы планируем повторить эту историю. Сейчас у нас в комитете должны были обсуждаться по пристройке, где-то сцена опроса, наверное, 200, значит, но я думаю, что мы продолжаем эту работу, и крайний срок Сергея Анатольевича до 1 февраля готовится, он активизирует данные по этой пристройке. По словам Татьяны Лагвиненко, все заявки на включение обозначенных мероприятий были направлены в профильное ведомство, но были отклонены из-за ограниченного бюджета. При этом по отдельным объектам получено положительное решение. В 2021 году Ненецкому округу выделят 5 миллионов рублей на создание модульной библиотеки в Красном. Рапортовой инфраструктуры сельских населенных портов здесь, значит, работа ведется, значит, мы сейчас запрашиваем с полярного района, в какой стадии передачи этих площадок, и по получению потом доведем информацию, что у нас. Также в следующем году запланировано выделение средств из федерального бюджета на проведение капитального ремонта Дома культуры поселка Красное и Центрального дома культуры Воми. Размер субсидии составит 18,8 миллионов рублей. На 2022 год предусмотрен капремонт Дома культуры в селе Коткино. Мы заслушали информацию, и департамент финансов предоставил нам, какая дальше будет проведена работа в этом направлении, будет заседание комитета, и будет, как работают вместе с администрацией сенаторы в этом направлении. Депутаты предложили проводить совместную работу, чтобы максимально привлекать федеральные средства в округ, в том числе создать рабочую группу по мониторингу реализации постановления. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.